хоба привет с вами доктор влад 1 градус тепла у нас я вот тут сразу лена барабаш пишет она что-то появилась сегодня я порадовался она значит отвечает не поверите три раза переболела после последней записи перехожу видать на новый уровень бытия не чё пельмень ну ладно много мне сегодня мне почти 50 в этом закладок лежит и я по-быстрому а первые по-английски а чё тут тхе тхе ладно это шутка 1 водолейка у нас по-украински сегодня можно и нужно приготовить блюда основаны на продукта состав которых способствует поднятию эндорфина дофамина и серотонина в крови для счастья ну ладно водолейте сегодня счастье вообще сегодня все какие-то возбужденные ребята даже как то нравится я наоборот устал и знаете вот я чё хочу сказать вот если вы спортиком занимается где-то в спортзале да вот я подряд на на дней семь или восемь занимался а сегодня пришел а штанга никакая вот вернее я никакой штанга все та же самая я думаю да ну и к черту еще не буду я сегодня заниматься и все ну вот так вот по себе просто смотрите оксана пенчук сегодня с утра хорошее настроение без причины и тут слышу про дурашливых петрушек но я рассказывал да а может это оказывается день счастья может весна просто ближе и зима позади всем желаю хорошего настроения а чё-то черноша сразу вспомнил да вот двух девушек зачитал и вспомнил черноша ребята это что-то рядом да рядом рядом так международный день астрологии это опять водолейка можно поздравить друзей по интересам и профессионалов астрологического дела ну хорошо ладно в астрологии что то есть я ее совсем не отрицаю вот например я обезьяна да и мне вот нравится дракоши да а почему а потому что это дракончик это вот мой как раз вот там но и так далее там можно много говорить дракоши крысы вот мои дракоши крысы четыре года так майя пишет добрый день док моя одноклассница боялась всего спать кушать пить выходить из дома ходить на работу это договорила прям мороз по коже ходила от любого действия но то что он рассказывает же не просто как она живет сейчас не знаю давно не видела я не ее не общих знакомых нам я уже по-моему рассказывал вот на кафедре психиатрии это наш шестой курс уже самый последний да нам говорили что в 2000 году каждому второму на планете потребуется квалифицированная психиатрическая помощь ребят они не ошибались по моему уже каждому первому за редчайшим исключением я тоже не отказался от психиатра кстати вот слушайте ребята у вас новый навальный в россии новый ям точно говорю дерипаска его зовут дерипаска назвал решение цб центробанка поставки атакой на доходы граждан и он перед этим тоже выступал и вообще ну ой 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 как бы не это новичком бы или может быть он подставная утка не знаю подкладная утка так хорошо сын трампа прокомментировал инцидент с байденом на трампе самолета нет на трампе на трапе самолета ну это типа того что он старый-старый так далее вообще много вот сейчас на байдена такая атака информационная в японии произошло землетрясение магнитуда 7.2 это вот я вам же говорю так коротенько на северо-востоке японии в префектуре мияди произошло землетрясение магнитуда 7.2 и толчки были даже в токио ребята в токио о как ухты и здесь тоже внизу это чё у нас это у нас раша тудей и внизу тоже ссылки почему русские массово покидают сша жить невозможно я не покидаю массово в госдуме назвали неуместными слова а вакова о новой холодной войне но вот еще чё а погорячился сделал заявление не к месту нет холодной войны нету у блин я уже говорил про вакова что опоздал по крайней мере лет на пять что холодная война давно идет вот а эти говорят не ничего нету в госдуре госдуме иностранцы больше не могут владеть земельными участками в крыму все у байдена шесть соток накрылась накрылась новый закон да сша уличили в тайном вывозе ядерных бомб из европы ну уже полный чушь вот полный чушь идет полный блохуденькая сейчас полная конгрессмен рассказал что харрис измеряет пульс байдену при рукопожатии у и вот тут дальше американский конгрессмен высмеял отказ байдена от разговора с путина почему это тот же самый член палаты представитель ша от штата флорида мэтт геттс я решил посмотреть что это за чел ребята это такой придурок я вам скажу вот его вот что тут про него да он 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 значит предложил закон призванный ускорить казнь многих из заключенных приговоренных смертной казни во флорида ну вот в общем он это поехала крыша поехала у нас ребята тоже есть придурки а американская разведка составила карту с данными от численности войск в донбассе ребята не просто так вот это не просто так так актер сериала след напал с ножом на военного в москве у-ту-ту-ту держа в руке нож стал выкрикивать угрозы убийством чё это не а глава мид венгрии появился спутником в петер сиятр кто у нас там с венгрии ребят чё он вообще что ли челкнулся глава мид венгрии диетолог развеяла миф о вреде картофеля ребят и даже читать не буду от картошки вот такие будьте вот так что он ну как если вообще жрать нечего то конечно лучше картошку чем песок или овес но все-таки картофель очень калорийный очень 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 потому что там крахмал ну чего то она врёт ладно пес с ней я вообще я прочитал и обалдел до минуту наверное две сидел раскрыта дата внедрения электронных паспортов с чипсами в россии думаю что ты не то что это за паспорт открываешь оттуда сыпется сыпется не такая с чипами с чипами так в арктике впервые заметили светящуюся рыбу это вот наверное та самая подлодка точно так кто такая камала харрис опа еще одна атака это на живом журнале вице-президент ша из семьи ямайских работорговцев ох ты и она в крови работорговец точно у ребят нашел интересно газированное молоко чем уникальный этот продукт оказывается в 2009 году мир обретела сенсационная новость один из одна из крупнейших американских компаний намерена выпустить революционный продукт газированное молоко на самом деле идея насыщения молока углекислым газом не так нова как кажется и оказывается это еще боткин придумал газированное молоко ну интересно и вот он назначал и так далее ну ребят проще всего никаких приборов просто перемешать молоко но с надо с нарзаном с каким-нибудь да ну с газировочкой да и вот оказывается далее на самом деле что то такое интересное вот а потом знаете чем скажу вот есть газированное молоко называется кумыс она не только газированное но еще с градусом кстати вот нормальный кумыс от него упадешь просто-напросто там градусов больше чем в пиве ну вот я так что-то что-то я так болтаю просто когда парадную армату поставят войска это на яндекс дзене подсказка никогда и вот он разбирает весь советский послевоенный период так 55 год разработки 58 количество выпущенных 24000 танк т-64 год разработки 66 количество выпущенных 14 200 и так далее так далее вот до танка т-80 год разработки 76 количество выпущенных 11 тысяч заметили закономерность от создания законченного прототипа танка до его принятия на вооружение проходит не больше четырех лет и дальше уже начинают штамповать танки с десятками тысяч и вот теперь смотрите новейшие танки на платформе армата начнут серийно поступать войска в 2016 году бах серийная поставка танка т-14 армата начнется 2017-2018 бах поставки новых танков армата это заголовки войска начнутся 2020 и следующий заголовок вот февраль 21 года серийные поставки арматы начнутся 2022 году не будет их не будет ребята где же танки а нету их нету ждите потерпите до власти польши в третий раз за время пандемии вводят стране почти полный карантин бах вот так куда а я а вот интересно любовный треугольник я туда то сюда то туда любовный треугольник фигуристов на олимпиаде из-за ревности распались две пары в том числе у родниной тайна из архива кгб 50-летней давности и вот смотрите что там написано в основном вовлечены две пары андрей сурайкин людмила смирнова и алексей уланов ирина роднина и т т т ненормальная обстановка особенно между сурайкиным улановой и смирновой последняя смирнова не скрывала свои интимные связи с улановым что породило противоречие между тренерами и различные кривотулки среди спортсменов т т т т т т 8 февраля сего года ну какого года не знаю не важно в 3 часа ночи сурайкин проник через балкон в квартиру уланова в поисках смирновой в результате чего произошла ссора между ним и улановым уланов и проживающий с ними с ним благов попытались раздеть сурайкина и сбросить его в голом виде с балкона четвертого этажа ухты елы-палы и чё было с учетом создавшегося положения было принято решение о досрочном откомандировании сурайкина и смирновой из японии под предлогом подготовки к чемпионату мира и рейсовым самолетом вот это номер я в этом не слышал никогда так как как за каждого ученика 213 рублей в месяц учительница из ростова разобрала свою мизерную зарплату что она делает и сколько и платит у нее здесь цифры страшные а я только итоге вот она посчитала сколько ей нужно тетради проверить проверить всего и сколько раз в месяц и получается стоимость проверки одной тетради в месяц 0,88 копейки вот притяните да вообще кошмар кошмар ужас мне бы интересно было почитать сколько стоит конкретно мой вложенный труд в 1 в 1 ученика в месяц с нагрузкой 27 часов в неделю я получаю чистым 14 тысяч рублей 14 504 сейчас у меня три класса в которых 68 учащихся в месяц за каждого человека я получать 213 рублей с тетрадями с подготовкой к урокам прочими затратами времени помимо 45 минут урока ухты елы полы тут еще и еще и еще и это она уже педагог со стажем ребята а молодые получают еще меньше у меня оклад вот должностной оклад в саратове после окончания мединститута сто пять по моему рублей в месяц было и ну меня послали в сибирь у меня там было побольше но когда приехал а мне чуть чуть побольше было потому что а почему а уже у меня стаж был три года и я работал детской поликлинике там что-то 125 по моему но на полторы ставки но понятно да но я правда врач а вообще у меня мама педагог я знаю сколько она сидела проверял эти тетрадки и готовил и классно руководство там готовил и тогда ладно это для тех кто понимает подстрадавшие от схода снега в миньяре миньяр это где-то где-то возле челябинска женщина направлено рема реанимобили в челябинск снег сошел я думаю вообще там ну где-то в горах но думаю откуда в челябинске горы особо то оказание с крыши дома просто с крыши дома твоего и снег и бах и все да ребята мне светлана написал это моя коллега вот как страшно вот сейчас от мамаши и дети и вот это вот какие-то убийства или по недосмотру и так далее это ужасно ребят последнее время пошло ну ладно так чё еще тут у нас в больницу обратились 16 школьников значит в дорогобужском районе отравились ребята отравились ёлы-палы опять да многократно рвота температура шесть детей госпитализированы вот такие дела курортный пузырь россияне массово захотели жить у моря недвижимость в сочи примерно 120 километров побережья краснодарского края за последний год выросла в цене в два раза и как предвлекают эксперты это не предел вот так ребята почему-то ну раз раз хотят значит выросло это вполне понятно административное здание в сургуте поджог местный житель погиб один человек что за черт возьми на втором этаже общежитие вспыхнуло один человек погиб 25 спаслись и так далее как же он как же он это самое поджог то что-то не пишут совершил поджог просто все так мчс предупреждать жителей тверской области о сильном ветре ну кто там в твери ветер у вас и твиттер да о и пушков то же самое от сильного ветра президента на трампах не ой на трапах не падают у этого другие причины всем прекрасно понятный ход времени неумолим как они развернули а как они развернули это все так стихи а у нас квартире обыск а у вас а у нас мордоворот вот а из нашего окна цепь омоновцев видна а из нашего окошка только автозак немножко да ну помните да стихи переделали у ребятки чуть не забыл давеча подслушал в одном отделении разговор двух полицейских из разных районов вам доп выплаты были за митинги да по 30 тысяч за 23 31 нам тоже а я еще за 2 февраля получил нормально так 90 тысяч капнула они нас бьют а мы им платим и сразу комментарии а это никогда не закончится да ребят ты примета если вашем городе на рекламных счетах стали появляться холеные лица с фальшивым выражением патриотизма значит скоро выборы да это это там я так понимаю и зарубежных гостей на празднование 76 годовщины победы приедет только хизбалла но поступивший вопрос нам поступивший запрос из москвы сообщаем в уголовном праве дискуссии с убийцей именуется допросом и мы готовы его провести в любое удобное для господина путина время подписано джен псаки но это это ладно это это конечно прикол но хорошо так хорошо да пересматриваю последнее видео с каддафи заметил в глазах не страх у него не страх а даже и даже не надежду а удивление от того что собравшиеся вокруг люди не бьют ему челом стоя на коленях а лупит его самого диктатор это существо живущие в своей шизоидной реальности до самого конца да да я вот представляю путин то же самое будет то же самое будет у путина ребята так что у меня тут еще а это вот автоматически сгенерированный заголовок до нервы медуза но я часто уже говорил россияне все больше соглашаются с окончанием света так господа судьи впервые в истории человечества перед судом предстали преступники завладевший целым государством и самое государство и самое государство и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений пришел день когда народы мира требуют сурового наказания преступников знаете это откуда это прокурор руденко нюрнберг нюрнбергский процесс ах ты о кира ярмыш вернее интересно она я не видел этого золотое перо вручили журналистки но это награда вручили журналистки который которая размахивала ершиком для унитаза в доме где навальный жил германии ей бы конечно хотелось чтобы мы помнили ее по репортажам из сирии и эфиром об арабской весне но увы отныне только ершик да анастасия попова то я телефон не беру никогда ребят не сообщают что россиян предупредили об опасности использования ватсап мол ватсап создает риск слежки за пользователем со стороны спецслужб сша и ответ а что нам скрывать от сша убогую зарплату или нищенскую пенсию да ребят и вы чё-то я заболтался но я уже сейчас на биуллина объяснила инфляцию избытком денег у россиян нормально да на моей памяти только рейган и байден имели мужество сказать правду рейган похоронил ссср ждем продолжения да рейган сказал помните империя зла так с учетом событий россия уникальный социальный феномен пожалуй первые в истории человечества абсолютно криминальное государство все до единого в управлении преступники по своим же законам главарь убийца крышует разные крим структуры виде министерства криминальной структуры население лохи лохи ребята да управ делами президента закупает презервативы дюрекс гусарский любить по-русски и шапка-невидимка на 726 тысяч рублей и вот твит усы пескова то есть иметь россиян крема не перестанет но теперь будет делать это более безопасно и вот тут комментарий можно много чего пошутить но главный вопрос один на какие такие государственные нужды нужна закупка закупка такого количества концерцептивов или кто-то считает что даже сексом заниматься должен на деньги налогоплательщиков да ребят да это рядом с новостью что пыня с шойгой в тайгу поехал ну и тут же тетя роза почему путин всегда в тайгу с шойгу потому что она как-то спокойнее когда министр обороны в поле зрения сюрпризы они никому как говорится нафиг не нужны все правильно ребята все и у меня тоже все пока до завтра с вами доктор глад